а мужики всем привет видос сегодня пойдет не про трактора обратно а про управляемую розетку потому что там пишут в комментариях нафига тебе от эти вещи да ну зачем вот так вот делать да вот так вот зачем делать когда можно это все дело включить кнопку на автомате вопросов нет мужики можно но автомат у меня стоит под столом и кнопка находится он там в конце сзади на задней панели и каждый раз его доставать либо лезть туда с головой под стол чтобы включить и выключить ну как бы мне не совсем удобно вот туда-сюда его перебить а вилку в розетку до вилку в розетку тоже как бы каждый раз ее засунь высунь засунь высунь ну не то пальто мне так неудобно если я от работаю здесь я даже не то что управляемую розетку и даже вот тройник сделал пустил массу сюда пустил массу на крокодил разветвил и масса у меня разветвлена идет по над стеной до стола то есть я беру держак спокойно могу варить здесь не надо бегать с крокодилом до стол металлический также могу взять держак спокойно варить здесь и соответственно еще варить и здесь никаких проблем я эту проблему решил на корню потому что каждый раз с вот этим крокодилом сюда пришел забыл забыл крокодил вернулся взял что-то сварил пошел к трактору забыл крокодил и вот это вот беготня столько километров тут наматывал ладно не об этом речь эту розетку я сделал для поливочного насоса сейчас я ее отключу и покажу вот так вот она выглядит это блок управления одинарная розеточка и коротень коротенький шнур такой коротенький вот это был у меня включен поливочный насос для того для удобства вот она 220 вольт максимум 3 киловатта либо 110 но на полтора киловатта она 30 ампер держит заказывал на алиэкспрессе очень удобно пошел в сад набрать там даже в парник до бочки там не с водой стоят не надо бегать к насосу просто запустил и выключил она программируется по разному вот включение выключение либо удержание там инструкция есть на китайском правда зато все понятно досконально по картинкам как программируется шнур и сейчас мы соберем еще одну розетку потому что это эту я благополучно отжал на сварк на сварку и сейчас вот у такого плана есть розетки кстати они подешевели я брал сюда в пределах 700 рублей сейчас они там по 500 с копейками это на 40 ампер насос у меня вообще киловаттный качает наружный качает 180 литров в минуту такой такой насос поэтому с антенкой может подальше будет брать не знаю и сейчас по быстренькому соберем еще одну розетку для насоса приготовил вот этих два коротеньких провода чтобы соединить все на соединяется здесь элементарно просто тут ошибиться невозможно вход выход все и вот еще один кусок шнура такие дела потому что насос тоже нужен давайте скрутим ее до кучи первым делом понятное дело это все на закрепить а потом примерно так почему на достичке я потом повешу там где мне надо просверлюсь она у меня будет висеть впрочем сейчас все посмотрим так ну это длинные конечно взял сейчас возьму чуть покороче так взял вот пришивая есть чуть по длине чуть покороче пойдет прикручиваем розетку так и выломать надо нам нам надо выломать с этой стороны ставится на носу так под провод пластик хороший мягкий так сам так варварским способом таким не хочет хочет никак выламываться мне не принципиально мне нашу по на работу красоту и наводить не собираюсь все два провода коротких вот как то то мне все равно пальцами будут тыкать скажете не пошло шуток несимметрично все это некрасиво ты сделал прямо не знаю ладно выровняю четко на глаз примерно пускай будет вот так сейчас секундочку все равно неровно но пойдет дальше даже батарейка еще живая смотрим где у нас выход вот он выход к выходу потому что у нас это выход на камеру закрываю да мы еще страшно пойдет сюда и соответственно сюда вот так есть вот как то так и соответственно это подключим вот сюда ухты болтик выскочил так розетки там есть и на 12 вольт и на 24 и на 220 никаких только нет ну все отлично теперь вот это тоже закреплено закрепляем здесь и пускай будет вот так маленьких у меня шурупов нету а эти держать будут все розетка готова можно испытывать кстати эта кнопка которая программируется пульт тут же индикатор то сейчас мы подключим испытаем так ну и в качестве испытуемого будет китайский шуруповерт вот так вот резинку нашел с канализационной трубы с этого с муфты кнопку зажал вот мужики все очень просто представьте что это насос на воду вот включаем он удобно не удобно вот так все просто конечно да блочок денег стоит но он стоит этих денег его можно подключить куда угодно не только на розетку можно подключить на освещение на улице на уличная где-нибудь там на столбе фонарь и грубо говоря да вот так с окошечка пошла подошел там где-то на хоз дворе да там либо еще не свет 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 включу и все да все что угодно можно им запускать двигателя потянут мне кажется нормально если вот этот на 30 ампер со сваркой справляется на 3 киловатта вот но этот на 40 ампер и радиус и я замерял где-то примерно до 70 метров ну до конца огорода мне хватает насос стоит у меня здесь мужики даже покажу вот он стоит насос скважина а до конца огорода мужики у меня 70 метров это вот до травы так сказать и когда шланг я раскатываю мне хватает чтобы он добил сюда вот такие дела как этот будет работать не знаю но тем не менее работать он будет возможно вот это еще антенна поможет здесь она встроенная внутри вот такой вот огрызочек провода как то так на этом в принципе можно видос закончить ссылочки оставлять не буду просто посмотрите как это выглядит можете написать название вот верил с контроллер вам там выдаст кучу кучу информации может там найдете и бесплатно мало ли вот потому по большому счету мне даже не с чем их сравнить вот просто тестирую у себя их дома хорошие плохие но не знаю но работают ладно всем пока с вами был санек еще увидимся вот все вот я